Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Когда я рассказываю о множественных источниках дохода, я говорю, слушайте, люди, ищите дополнительные источники дохода, увеличивайте свои доходы. И когда вы начинаете искать дополнительные источники дохода, то вы наверняка столкнетесь с таким понятием, как сетевой маркетинг. И вы наверняка услышите об этом. И что же такое этот сетевой маркетинг? О нем ходят разные самые слухи. Кто-то говорит, что это пирамида, кто-то говорит, что это лохотрон, что это вообще, значит, надувательство. Ну и типа обманули тебя, обмани другого. А другие говорят, что ребята, вот это Клондайк, вот это старт, это ракета в будущее и так далее. И все эти люди, они непримиримы просто, с такой яростью все это говорят. И когда я об этом впервые услышал, вот именно так и было, я попытался разобраться сам, что же это такое без лишних эмоций. Что же такое сетевой маркетинг? Это действительно ли способ увеличить быстро свои доходы или это как бы сплошное надувательство? Давайте попробуем разобраться в этом. Я спросил у одного своего знакомого, он говорит, ну попробуй разобраться, вот тебе, это было давно, лет 30 назад, наверное, вот тебе какая-то там литература, брошюрку он мне дал. Я почитал и, в общем-то, офигел, мне очень понравилась эта система сетевого маркетинга. Потом я ближе познакомился и увидел, что там есть, конечно же, масса-масса недостатков, почему о нем такое количество негатива, вот, но есть очень-очень большое количество преимуществ, просто надо отличать и отключать эмоции просто-напросто. Поэтому давайте сейчас вот я без всяких эмоций попытаюсь объяснить, что такое система сетевого маркетинга и как она работает. Когда мы покупаем какой-то товар, мы всегда покупаем товар с наценкой. Но, в частности, смотрите, для того, чтобы произвести товар, товар производится какой-то на фабрике. То есть там есть какие-то комплектующие, а фабрика собирает из комплектующих готовые изделия и фабрика получает прибыль. Прибыль фабрика получает в районе 10%. Для того, чтобы продать компания, для того, чтобы продать товар, тратит на рекламу еще 5% примерно, но добавляет к себестоимости. Дальше товар разводится по крупным региональным представительствам, складам и так далее. Ну, например, в Москву, в Питер, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск. Это крупные-крупные распределительные центры. Туда везется вот партия товаров. Открою вам страшную тайну. Вот эта логистика забирает еще, ну, в районе, предположим, 5% на доставку туда, в крупные центры. Дальше там это идет в логистический центр и там распределяются, уже конкретно компонуются по конкретным уже крупным городам, ну, таким региональным. Там Московской области, например, Ярославль, Костромавов, Тула, Калуга, Смоленск, Тверь и так далее. Он идет вот по этим городам. И на эту логистику тоже в районе 5% уходит. Далее, уже в этих городах непосредственно товар идет в магазины поступает, оптовая, ну, как бы поставки в магазины тоже 5% примерно забирается. И магазин уже делает наценку к тому, что уже есть, где-то 25-30%. Вот, я перемножил все эти цифры и у меня получилось, товар дорожает за всю цепочку на 67%. Цифры могут быть разные, потому что различные виды товаров дорожают по-разному. Ну, например, там элитный коньяк, он дорожает там в разы просто, или какая-то там элитка, вот, или лакшери товары. А товары очень скоропортящиеся, быстрого повседневного спроса, они дорожают чуть меньше. Но в среднем 25-30% магазин делает наценку. А то, что до магазина, это тоже логистика, то есть себестоимость товара увеличивается где-то на 70%. То есть мы в любом случае платим вот эти 70% за всю цепочку от производителя до поставщика. Что такое сетевой маркетинг? А сетевой маркетинг – это когда к вам приходит какой-то знакомый и говорит, «Слушай, я вот тебе хочу предложить такой суперклассный товар». И он его приносит, он вам дает, показывает там что-то, значит, там трет вашу, так сказать, газовую плиту, и она чудесным образом оттирается, например, там, или, значит, какой-то чудодейственный, какой-то порошок дает вам попробовать, чай какой-то для похудения и так далее. И он с таким энтузиазмом об этом говорит, так рассказывает, что, в общем, говорит, «Попробуй». Вот, и вы пробуете товар, он действительно хороший, как правило, вот, он действительно очень хороший, как правило, и, как правило, его не купить в магазине, вот, и он вам говорит, «Слушай, а ты хочешь зарабатывать деньги?» «Конечно хочу, давай я тебе обрисую схему сетевого маркетинга». И он вам рисует вот примерно такую схему, что, смотрите, вы можете стать магазином, то есть вы подключаетесь к этой системе, к этой компании, и вы сразу же работаете как магазин. У вас сразу же 25% скидка на товар, то есть, а вы продаете конечному потребителю с наценкой 25%, то есть вы работаете как магазин, как магазин. Компания, естественно, заинтересована в том, чтобы увеличить свои продажи, поэтому вы можете рассказать своим знакомым, вы можете предложить вот это вот чудо-товар своим знакомым, и вы им рассказываете вот эту схему бизнеса, и если знакомые подключаются, вы можете просто покупать с 25% скидкой, и, собственно говоря, для себя, и все, ну и кому-то предложить, а можете сделать это бизнесом. Если это бизнес, то вы рассказываете кому-то вот эту систему бизнеса, и человек тоже, значит, туда подсоединяется, подключается к этой системе, делает свои закупки со скидкой в 25%, но объем реализации у компании растет. И кто привел вот этих друзей, которых ваших, вы привели, и поэтому вот этот объем реализации, он прибавляется к вашему объему реализации, и там считается вот этот объем, считается он, как правило, в виде баллов, то есть во всех компаниях сетевого маркетинга есть те или иные какие-то баллы, единицы там учетные какие-то и так далее. Вот, CV там, UV там, черти что, вот, но тем не менее, это так, считаются всегда единицы, единицы зависят от объема реализации. И как только вы привлекли там двух, трех, пяти человек, может быть, вы сами, вы тут же у вас появляется какой-то объем, и как только вы превышаете этот определенный объем, вы переходите на следующий уровень, и вам товар уже поступает не со скидкой 25%, а скидкой 25 плюс 3%, 28%. И те люди, которые находятся с вами на одном уровне, которых вы привели, они продают со скидкой 25%, а вот эти 3% от их продаж достаются вам. Здесь все нормально. Вот, и, естественно, они хотят перейти на уровень выше, то же самое, и они делают то же самое, и таким образом, когда они делают то же самое, они поднимают вас еще на уровень выше, а на уровне выше скидка появляется 2,5%. И вы получаете, вот, получается, что суммируется вся реализация вот всей команды, вашей команды, вашей команды, вашей личной команды, вашей личной структуры суммируется, суммируется, и все эти баллы, они ваши, и за каждый из этих баллов люди получают, кто-то получает скидку 25%, а разница между ними идет вам, 3%. Кто-то получает скидку 25%, а когда вы уже на третьем уровне, у вас уже 5,5% скидка, понимаете? И 5 человек, это вы уже ничего не делаете, а люди вроде бы ничего не делаете. Видите, люди за вас работают, люди дают вам объемы, и вы получаете деньги. Далее люди начинают работать, работать, вы поддерживаете свою команду, вы ее воодушевляете, и дальше вы переходите на четвертый уровень, и вам еще добавляется 2%. Заметьте, что между каждым следующим уровнем проценты уменьшаются, но количество людей растет под вами, в вашей команде растет в геометрической прогрессии, поэтому ваши доходы здесь действительно растут. И здесь все логично, смотрите, те же самые проценты, те же самые там, ну вот здесь я даже не менял 67%, там обычно от 50% до 70% идет на вот эту всю цепочку, и просто вот эти же, эта же наценка распределяется между людьми. Вот в этом заключается суть сетевого маркетинга, и здесь нет ничего такого плохого, здесь нет никаких изъянов, здесь все шикарно. Ну, давайте я приведу простой пример. Есть товары, которые очень хорошо подходят под систему сетевого маркетинга, например, да, есть товары, которые не очень хорошо, поэтому вот определенные группы товаров, да, они, так сказать, в сетевом маркетинге участвуют, а какие-то другие не очень. Ну, давайте простой пример, например, да, доступный вообще вот, вы скажете, слушай, ну, все хорошо, вот. Ну, например, смотрите, я сделал курс «Биржа для чайников», и я его продаю через интернет в записи. Вы видите это, под каждым моим видео есть ссылочка там, демитков.юр.ком, «Биржа для чайника», вы можете нажать и приобрести ее там за 3-4-5 тысяч рублей. Вот. Но я заинтересован в том, чтобы продать больше, естественно. А если вы прошли этот курс, и у вас есть знакомый, вы знаете, что он хороший, и вы порекомендуете его знакомым, я получу за это деньги? Получу. Ну, это ваши знакомые. Естественно, я хочу вас отблагодарить. Понимаете? И почему бы мне не заплатить вам, вот, от тех денег, которые дадут мне ваши знакомые, ну, скажем, тысячу или полторы тысячи, или две тысячи рублей. Я все равно не достучался бы до ваших знакомых, а вы мне привели их. Правильно? То есть это хорошо? Это хорошо. И я получил свою денежку, и вы получили свою денежку. И вы рассказали об этом знакомым. А если знакомый расскажет еще кому-то, то я ему, естественно, заплачу. Но вам-то от этого что? Вроде бы ничего, но я готов заплатить вам, например, за то, что продаст ваш знакомый, там, ну, уже не тысячу рублей, а, скажем, там, ну, пятьсот. Понимаете? То есть, и вот оно, пожалуйста. То есть я смело совершенно могу отдать, там, половину или шестьдесят процентов от стоимости моего курса биржа для чайников. Смело. Вот. И, соответственно, я отдаю часть вам, часть тому, так сказать, кто на уровень ниже, вот он, сетевой маркетинг, пожалуйста. Есть такая система, организована уже в интернете, через Жасклик вы ее видите. Соответственно, вы, как только регистрируетесь партнером, у вас появляется ваша партнерская ссылка. Элементарно. Ваша партнерская ссылка. Система сама считает, от кого пришел тот или иной клиент. Первая регистрация. Значит, клиент пришел по вашей ссылке, он ничего не купил еще. Он просто зарегистрировался, он взял наш модельный портфель бесплатный. Но он уже под вами закреплен. Он покупает курс биржи для чайников, вам автоматически начисляются деньги. Нормально? Нормально. И там есть уровни. Сейчас я вам покажу. Вот, посмотрите, это система Just Click. Здесь я... Вот он вот, курс. Февраль-март. В записи 5000 рублей. Значит, смотрите, на первом уровне 1000 рублей, на втором уровне 500 рублей, третий уровень, ну, я запросто добавлю, там, 250 рублей без проблем. Здесь я всем этим управляю. И все считается автоматически. Поэтому сетевой маркетинг... Ну, это не сетевой маркетинг в данном случае, это вот так вот, только в зачаточном виде. Просто я на примере хотел показать, что это работает. Это, друзья мои, работает. И если вы ищете возможности для дополнительного дохода, то я вам очень рекомендую записаться в какую-нибудь компанию сетевого маркетинга. И, скорее всего, у вас ничего не получится заработать. Скорее всего. Но вы приобретете, во-первых, опыт. Во-вторых, все эти компании сетевого маркетинга, вы просто ознакомитесь с их системой бизнеса, с их системой продвижения. Там они проводят тренинги. Я вам очень рекомендую поучаствовать в этих тренингах. Они действительно дают очень-очень много для развития вашего. Вы познакомитесь с людьми, которые зарабатывают на сетевом маркетинге. Я не побоюсь этого слова. Там миллионы, миллионы рублей в месяц. Вы с ними познакомитесь. Вы увидите, что все это реально. Вы увидите, что все это возможно. Но, скажу вам по секрету, все это нелегко дается. И поэтому это надо делать. У вас, скорее всего, не получится сразу. Они будут прилагать все усилия для того, чтобы вытащить вас, для того, чтобы помочь вам. Но сетевой маркетинг – это большой труд, я вам скажу. Как и всюду, деньги просто так не зарабатываются. Просто так они не зарабатываются. Это не обман, это ничего. Но деньги просто так не зарабатываются. И когда человек, вот, там, грубо говоря, обещают с три короба, а на самом деле реально не получается, ну, обычно так и бывает. Почему? Потому что люди не могут работать. То есть далеко не все способны передать то, что им дают. Далеко не все способны воспринять вот эту систему. И почему негатив идет от сетевого маркетинга? Потому что много людей просто разочаровывается, во-первых. А во-вторых, много людей, которые плохо освоили. Они двоечники, грубо говоря. И они начинают городить какую-то чушь. И, соответственно, ну, говорят неправду. и это вводит в заблуждение клиентов, конечно же, от этого идет негатив. Ну, еще от чего идет негатив? От того, что здесь действительно можно много заработать. И очень много заработать можно на построение структуры, как правило. И там все направлено на увеличение структуры, на построение. И люди туда идут часто алчные. И они стараются любыми способами затянуть новых клиентов туда. Любыми способами. Они не продают пользу. Они хотят заработать на клиентах. И вот такие как раз экземплярчики, они очень-очень сильно портят всю систему сетевого маркетинга. Потому что они просто буквально силой говорят возьми кредит, заложи все, ну, вот сказать, приди сюда, ты получишь бешеные бабки. Они обещают все, что угодно. И, ну, это неправильно, я считаю. Наверное, поэтому все сетевые компании, в которых я участвовал, они не принесли мне большой доходности. Но я участвовал в тренингах. Это очень здорово, на самом деле. И мне нравится эта система. это не говорит о том, что система плохая. Это говорит о том, что очень часто туда вовлекаются люди с не самыми высокими побуждениями. А если следовать духе и букве сетевого маркетинга, то это очень хороший метод. Вот. И ну, я вот просто вот в двух словах рассказал о системе сетевого маркетинга. Их много разных. И я думаю, что в следующих видео в нескольких я прямо вот про конкретные компании расскажу, как у них построены сетевые маркетинги. Потому что есть простой сетевый маркетинг, есть бинарный какой-то там, есть еще черт, я знаю, у них черт много сломит. Но то, что я знаю, я постараюсь донести до вас. Вот. Напишите, пожалуйста, а что вы думаете о сетевом маркетинге? Мне это очень интересно. Я уверен, что мнение расколется надвое. Одни будут кричать, что это лохотронство, я вообще опустился. Вот. А другие будут те, кто участвует, те, кто видит, что здесь можно заработать, будут защищать. Рецепт простой. Включайте голову, не включайте эмоции и, скажите, просто смотрите внимательно, изучайте, а потом уже думайте, вступать или не вступать. Вот. На этом все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. С вами был Демитков Юрий. С вами был Демитков Юрий.